Я решил сегодня поговорить с вами про электропочту. Она же по-простонародному имейл. Кто хоть раз в жизни отправлял имейл? Поднимите, пожалуйста, руку. Ну, примерно половина. Давайте действительно наоборот. Кто ни разу не отправлял имейл? Молодец. Ты, наверное, их только получаешь. А кто знает, как вообще работает электронная почта? Ну, отлично. Давайте теперь чуть-чуть обо мне. Меня зовут Эрвин. И я не буду рассказывать всю скучную биографию. Ее можно по ссылке почитать. Просто скажу, что я работаю в Toggle.com. И нынче мы отправляем примерно 2-2,5 миллиона пользователей регулярно. Это оказалось немножко сложнее, чем так вот просто кнопочку нажимаешь, и все отлично работает. И у меня возникли некоторые технические трудности. Почему вообще надо разбираться, как работает почта? Кому это надо? Зачем вообще? Мы заметили, что ты отсылаешь, например, миллион писем, а обратная связь, ну, вялая вообще какая-то. Вот что-то то ли читать не умеют, то ли не дошло. Непонятно. И не хочется тратить большие деньги, потому что, ну, вот так имейлы отсылаешь бесплатно. Там 2 имейлы тоже бесплатно. Ну, 20 тысяч тоже можно отправить бесплатно. Но когда ты отсылаешь 2 миллиона имейлов, оказывается, за это надо платить деньги. И вот как-то не хочется платить деньги зря. Я еще интересовался темой имейлов, потому что я абсолютно не хочу смотреть в папку спам, особенно с рабочей почты. Это лишняя трата времени, и я не хочу. По мере того, как растет наша команда, было важно, чтобы имейлы работали хорошо и приходили от тех людей, которые, мы думаем, пишут нам письма, а не от кого попало. Два года назад, когда я этой темой начал заниматься, в Гмейлле, в самом, наверное, популярном веб-клиенте того времени, был золотой ключик у проверенных отправителей почты. Я своими глазами видел такой ключик только у PayPal. Я решил, во, круто, я тоже хочу себе такой золотой ключик. Как я уже писал в анонсе, я не буду рассказывать про то, как написать клевый маркетинговый текст. Я не буду писать про то, как обмениваться сообщениями с кем-то, кого ты давно знаешь, и можешь там ключами обменяться или еще что-то. Я не буду рассказывать про шифрование, и я не буду рассказывать про те случаи, когда у вас отдельная компания, Enterprise, снаружи письма не приходят, и все внутри. Там все просто и не очень интересно. Чтобы не потерять кого-то, кто, может быть, немножко хуже разбирается во всей терминологии, я сделал маленькую схемку, как работает интернет по-простому. Мы открываем браузер, мы набираем там какой-то адрес. Такой адрес называется домен, и чтобы браузер мог что-то с этим доменом сделать, он идет в справочную службу. Интернет-справочная служба называется DNS, и там хранятся текстовые записи. Тот, кто купил себе некий домен, он может указывать, какие там записи хранятся и что они возвращают браузеру, когда он их спрашивает. Браузер спрашивает, где находится этот сайт, узнает какой-то IP-адрес, уникальное место в интернете, соединяется с этим сервером и начинает рассказывать и общаться с ним по протоколу HTTP, ну или в современном мире HTTPS. Детали этого я рассказывать не буду, но просто есть стандартный протокол, по нему идет общение, и в наш браузер наконец-то прилетает страничка, картинки и все остальное. Обыденная ситуация. До Штирлица не дошло сообщение с центра. Он перечитал его еще раз, и оно все равно не дошло. Представим себе такую ситуацию. Штирлицу отправили имейл из центра. Штирлиц утверждает, что никогда не получал этот имейл. Давайте, пожалуйста, интерактивненько напишите, что вы думаете могло случиться с этим имейлом. Я не дал вам достаточной информации, чтобы вы могли ответить на этот вопрос. Мы просто не знаем, что случилось с имейлом. Давайте разбираться вообще, как работает почта и куда уходят письма. Все знают базовый концепт. Есть некий почтальон, ему печатают пачку реклам, он их нам разносит, и мы топим печки. Простая ситуация. В мире электронной почты работает почти точно так же. Мы открываем почтовую программу, пишем какой-то адрес, там опять есть домен. Наш компьютер идет в справочную службу, смотрит, куда отправлять это письмо, соединяется с сервером и говорит с этим сервером по стандартному протоколу SMTP. Отключается, и все вроде отлично. Картинка выглядит почти так же, как в случае с интернет-браузером, только у нас другая программа, другой протокол, и мы спрашиваем другую запись в справочной службе. В принципе, как бы все просто, но ненаглядно. Если набрать в Google запрос «Как отправить письмо?», то можно найти такую вот не очень интересную картинку, где много-много непонятного текста. Давайте разбираться, что происходит на самом деле. И для того, чтобы было нагляднее, я попросил одного добровольца отправить мне просто тестовый имейл. Имеет случайное совпадение с кем-то в этом зале. Текст имеет случайное совпадение с текстами, которые мы обычно получаем. Маленький дисклеймер на много букв. Такая вещь, как законы, правила приличия и все такое. И по этим законам считается, что красть чужой идентитет, то есть притворяться каким-то другим человеком, это немножко незаконно. В принципе, закон правильный, справедливый, но в этом докладе у меня нет цели научить вас, как можно воровать чужие личности. У меня цель научить всех вас от этого защищаться, потому что это не так сложно, как кажется, и у этого могут быть очень большие последствия. Давайте разберемся, как можно отправить такой имейл, как был на прошлой картинке. Вместо почтовой программы, где много красивых иконок, мы будем использовать командную строку. Первая команда. Устанавливаем соединение с неким сервером. К сожалению, в целях безопасности человека, изображенного на прошлой картинке, я не буду указывать этот адрес, но в нем ничего секретного нет. У каждого из вас есть дома интернет, и, скорее всего, провайдер интернета вам дал такой адрес, куда отправлять письма. Что все уходящие письма с вашего домашнего интернета могут идти к вашему интернет-провайдеру, а интернет-провайдер уже как-нибудь разберется, куда их там пересылать дальше. 25 – это стандартный порт для отправки писем. Дальше мы говорим «Привет!» и пишем наш IP, но не цифрами, как IP-адрес, пишем домен. Каждый раз, когда мы выходим в интернет в целях мировой безопасности, наш провайдер автоматически присваивает нам какой-то домен для нашего IP, ну, чтобы всяким интерполам было легче нас находить. Мы представили. Дальше мы говорим «Привет!» Я хочу отправить письмо от человека, похожего на кого-то в этом зале. Нам в ответ приходят «Ну, ладно, давай». Дальше мы пишем «А отправителем будет являться вот такой человек». Тут я домен опять-таки изменил в целях безопасности, но на всех слайдах он будет изменен одинаково. Не потеряйтесь. Эти три команды, которые тут написаны «Привет», «Письмо от кого» и «Письмо кому» – это, так сказать, конверт нашего имейла. Пользователь этот конверт нигде не увидит. Только если будет копаться в письме очень-очень дотошно. Большинство программ это не показывают. Переходим дальше. Писать сам имейл. Сам имейл начинается со слова «дата», и дальше мы пишем как бы содержимое письма. Там есть какие-то заголовки, например, всем привычный сабжект, поля «from» – кто отправитель, поле «to», кому мы, собственно, пишем. Дальше мы указываем еще несколько рабочих заголовков, отступаем пару строчек и пишем произвольный текст. Например, «Привет, даю тебе наследство», или «Дарственное», или «Поручился за тебя в банке». Дальше мы отступаем еще пару строчек и ставим точку, после которой еще раз нажимаем «Enter». Так смешно заканчивается имейл в понятии почтового сервера. В ответ на это нам сервер говорит, «Все окей, сейчас доставлю», и вот в моем инбоксе появляется письмо, которое мы только что вместе с вами все отправили. Вот так, в принципе, работает имейл. Просто, легко, и, конечно же, у нас всегда гарантирована доставка. Кто согласен с этим утверждением? Что доставка имейла гарантирована. Отлично. Две руки в зале. К сожалению, после того, как ты отправляешь большую пачку писем, смотришь на полученный счет, и ты начинаешь понимать, что не, 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 точно, не все письма доходят. Куда-то что-то девается. Зачем, почему, ну, непонятно. К сожалению, есть такая вещь, как спам. Смотря, где вы будете смотреть статистику, считается, что спама в мировом интернете, если рассматривать только почтовую пересылку, от 60 до 80%, смотря у кого спросите. Спам – это большая беда, мы ее не хотим. И у нас обычно есть какие-то пожелания на совсем другие вещи, которые мы хотим видеть в нашем почтовом ящике. Мы хотим видеть письма, которые мы подписали. Мы хотим, чтобы чужие люди, у которых реально хорошее предложение, например, JetBrains, лицензию, чтобы прислать мог. Или кто-то взял, вот подумал, чувак, ты делаешь клевый доклад, давай-ка я тебе напишу, умел, вечером пообщаемся. Ну, и, конечно, я хочу получать письма от тех, с кем я уже давно переписываюсь, кто хорошие друзья, знакомые, известные люди. Это, конечно, все здорово, но есть вещи, которые я абсолютно не хочу видеть в своем почтовом ящике. Во-первых, я не хочу видеть рекламу, которую я не заказывал. Я не хочу получать наследство от Абдулы. Вирусы тоже, ну, печально, но с вирусами довольно просто. Сейчас современные антивирусные программы почти всегда могут распаковать то, что нам прислали, понять, что это вирус, или написать предупреждение, не распаковывая это, там что-то непонятно. И очень важно, что я не хочу получать письма от Абдулы, который вообще не Абдула, который просит срочно перевезти ему денег, потому что он потерял и телефон, и все, и как бы вот ему надо срочно новые денежки на телефон кинуть, ну, как бы непонятно. Не хочу. Я хочу, чтобы если человек вот пишет, что он Абдула, то я могу быть уверен, что он Абдула. Дорогой почтовый сервер, сделай, чтобы в моем инбоксе вот было только то, что мне надо, и не надо того, что мне не надо. Сервер начинает думать, что же ему делать с письмами, и какие у него для этого есть возможности. Самое простое, это заварить кофе, посмотреть, какая там будет гуща. Если будет похоже на спам, то мы это выкинем, если не будет похоже на спам, мы это оставим. Еще можно использовать гадальные карты. Иногда работает с каким-то процентом вероятности, вы будете получать спам в папке спам, и важные письма в важных письмах. Можно просто использовать случайные числа, тоже, наверное, будет работать. Вижу, что никто не воодушевлен такой идеей. Давайте опять откроем нашу опликушечку и проголосуем. Что для вас хуже, когда важное письмо оказывается в папке спам, или когда спам оказывается в папке входящие? Для себя я тоже столкнулся с этим вопросом, и я решил, что мне ни один из предложенных вариантов не подходит. Я не хочу, чтобы мои клиенты, которые получают от меня письма, стояли перед этой моральной проблемой. Поэтому давайте посмотрим настоящие стратегии, которые могут как-то помочь серверу отличить хорошее письмо от плохого. Итак, самое простое. Мы создаем записную книжку, в нее заносим всех своих друзей и принимаем письма только от них. Знаете, это реально будет работать. Вы будете получать письма от друзей, но вы не будете получать никаких новых писем. В том числе лицензии JetBrains от нашего спонсора вам не придут. А добавим всех к друзьям? Ну, можно заранее, да. Если знаешь, с какого имейла они придут. Если вы внимательно смотрели мои слайды, как отправляется письмо, то такой важной вещи, как пароль, я ни на одном шаге не использовал. Абдулла может написать, что он шлет письмо от Абдуллы. И половина зала тоже может написать, что она шлет письмо от Абдуллы. То есть, вариант проверять по записной книжке знакомых имейлов, к сожалению, работает не очень хорошо. Следующий шаг. Он не очень поможет, если вы маленькая компания, в которую приходит мало писем, но очень хорошо поможет вам, если вы крупный, интерпрайз какой-нибудь проект, типа Google, Outlook, или кто у нас еще письма хорошо шлет. Амазон, например. Мы смотрим, что если одно и то же письмо приходит почти во все почтовые ящики, то это, наверное, неспроста. Тут вариантов немного. Или все просят отвердить рассылку для ГДПР, или же это просто спам. Близкие варианты, на самом деле. Но такая система работает хорошо, только если у вас очень-очень много почтовых ящиков, и вы можете просканировать их все, и определить, сколько процентов юзеров на вашем сервере получают такое письмо. И ложные срабатывания, конечно, тоже могут быть. На Новый год, например, очень многие отсылают вообще всем письма поздравлений. И как бы люди любят их получать. Дальше мы можем использовать разные современные фишки. Нейронные сети, искусственный интеллект. По большому счету это просто означает, что у нас есть какая-то база данных, в которой мы про каждое письмо говорим, что это хорошее, это плохое. И в какой-то момент компьютер уже знает, на основе опыта может принять решение, что да, это скорее всего хорошее имел. А вот это скорее всего не очень. Он будет тоже ошибаться при этом. Дальше мы можем попробовать другой трюк. Мы можем предположить, что разные фирмы, они будут использовать какой-то один IP-адрес и отсылать письма только с него. И мы можем предположить, что Google будет следить, чтобы спам не отсылали с его IP. То есть, если мы знаем IP Google, мы можем доверять ему, значит, скорее всего, оттуда придет не спам. То есть, мы можем тоже создавать такую базу данных. Есть тоже проблемы, что IP компании хорошо, но у нас еще есть домашний интернет, мы очень много отправляем писем из дома. И у нас есть такие деятели, которые сегодня работают в одном городе, садятся на самолет, работают в другом городе. И если они выходят где-нибудь в библиотеке, в интернет, и перед ними был злостный спамер, то нас ждет большая беда. Если мы будем гадать по IP, будет беда. Записывать IP для каждого человека, ну, похожие проблемы. Разница между этим и предыдущим слайдом в том, что тут мы связываем конкретный IP с конкретным человеком, а на предыдущем мы смотрели IP отправителя домена. Но это уже, конечно, чуть ближе к правде. Мы можем постараться где-то добыть список всех возможных IP-адресов для конкретного отправителя и проверить, если IP отправителя совпадает с тем, что мы получили в Mail.From, значит, скорее всего, это письмо правильно. Знакомьтесь. Sender Policy Framework. Она же SPF, она же инфраструктура политики отправителя. Мы имеем DNS-службу, это справочное бюро интернета, и мы можем в ней сказать, какие IP имеют право отправлять имейлы с нашего домена. Публикуем там полный список и публикуем совет, что делать, если приходит имейл не с указанного IP. Например, мы можем сказать, что все IP, которые не указаны, это подделки, сразу уничтожать. Или мы можем сказать, что, скорее всего, это что-то не то, клади их в спам, не разбирайся. И теперь у сервера есть возможность посмотреть на Mail.From, то есть на адрес на конверте, и посмотреть, что подходит ему такой mail или не подходит. Тут обязательные слайд с Википедии с синтаксисом, кому надо посмотреть на Википедии, конечно же. И в нашем примере тоже почтовый сервер был защищен такой системой. Он указал какое-то количество IP-адресов, которые могут отправлять. И в конце сделал пометку, что остальные, наверное, клади в спам все-таки. Так спокойнее будет. Вчера вы все получили в рассылке от Eventbrite опросник. Я спрашивал всего-навсего ваш рабочий имейл. Ответило мне 23 человека. Спасибо вам большое. Вы сделали доклад интересней, а мой вечер приятнее. Эти 23 человека указали 16 уникальных доменов в качестве отправителя. И вы действительно используете популярные сервисы. Среди отправителей были Google, Outlook и Amazon. И мелкие сервисы типа MailChimp тоже, конечно, были. Не так часто встречались. Итак, что же указано? Я проверил справочное бюро для каждого из 16 доменов и получилась вот такая ситуация. 6 доменов указывают, что неправильный IP почту мгновенно удалять должны. 5 указали, что почту надо класть в спам. Один был очень доблестный, который сказал, что ну не обращай внимания, не тот IP. И ладно, пускай ходит. И 4 домена, у которых эта запись просто сделана с ошибкой. Ребята, передайте привет вашему администратору, пожалуйста, что лучше починить. Будет меньше спама от вас и меньше спама вам, потому что репутация вашего IP поднимется. Итак, SPF это здорово. Мы берем, проверяем адрес на конверте, привязываем его к какому-то IP и живем здорово. И у нас есть возможность использовать не просто IP, которую мы прямо в справочной перечислили, но мы можем сказать, что мы используем почту Google, иди спроси у Google, какие IP есть у Google и используй их. Тут есть маленькая проблема. Google в свою очередь может сказать, что а иди дальше, спроси IP, и эти тоже будут разрешены IP. Я посмотрел 16 доменов, которые мне прислали, и выяснилось, что в среднем каждый из этих доменов разрешает 400 тысячам IP отправлять письма, которые будут правильные. То есть, в принципе, у меня есть вариант для каждого домена подобрать сервис, который позволит мне временно получить IP, с которого можно отправлять почту. И, ребята, привет от Абдулы. И очень меня порадовал вот этот сервер. Всего 4 IP, с которым можно отправлять почту. Тот, кто потом себя найдет, вы молодцы. Спасибо. SPF, недостатки. Во-первых, я сказал, что мы можем случайно разрешить слишком много IP, ну, так, примерно на 300 тысяч ошибиться, пустяки. Второй недостаток, то, что проверяется адрес на конверте. Но адрес на конверте пользователь не видит. Туда можно, в принципе, писать почти любую чепуху. Тогда будет применяться не политика того сервера, который принадлежит Абдуле на самом деле, а политика того сервера, который мы использовали для того, чтобы отправить от имени Абдулы. То есть, это, конечно, большая проблема, и с этим надо как-то бороться. Придумали новое решение? А давайте в справочном бюро выложим публичные ключи для асимметричных подписей. Ну, это механизм шифрования. Я не буду углубляться в детали. Просто есть ключ, с помощью ключа можно проверить, пришло ли это письмо от правильного домена или не пришло. В принципе, появилось немножко позже, 2004 год. Идея классная, но проблемы остались. Все те же самые. Мы опять проверяем адрес на конверте, и там опять можно указать любую вещь и получить адрес, который нам надо. То есть, мы можем выдать свой ключ, подсунуть жертве, и все нормально будет. Ну, как бы, по описанию хорошо, письмо можно проверить. И тут уже работает система, что раз адрес на конверте другой, вы не будете в ответ получать письма, ответы на письма, которые вы не отправляли. Это, конечно, здорово, но в этом большая беда. Вы и не узнаете, сколько миллионов Абдулы отправляют что-то от вашего имени. Беда. Значит, для образца вот маленький ключик, внутри письма идет подпись, и мы сверяем две вещи, узнаем, правильно письмо, неправильно. Домены можно писать на Unicode. Это новое изобретение, ему, ну, лет, не знаю, пять, наверное. Вы знаете, что в Unicode адресе домена я могу одну и ту же букву написать, ну, по-разному. Вместо русской А поставить английскую А или наоборот. Плюс есть разные маленькие буковки, большие буковки, широкие буковки, узкие буковки. То есть, одной только буквы М, к примеру, будет штук семь. То есть, сделать такой домен, у которого будет ключ мошенника, адрес, похожий на адрес Абдулы, ну, в принципе, можно. Давайте повторим еще раз. ПФ и ДКИМ. У нас есть две большие проблемы. У нас есть конверт, на котором написан какой-то адрес, который проверяется разными интересными системами. И у нас есть само письмо, где опять продублирован адрес, и адрес из этого письма будет показываться нашей жертве. Типа, вот тебе письмо, читай на здоровье. Два адреса, на конверте и в письме, они между собой никак не связаны. Это было сделано, как говорится, by design, для того, чтобы можно было отправлять письмо в сервер рассылки, например, в паблик-группу дев-клаба. А сервер уже правит всем получателям. Не надо писать кучу народа, мы пишем на один адрес и рассылается дальше. Вот для того, чтобы работали всякие почтовые рассылки, это было сделано. По мере того, как люди становились вредными, это становилось бедой. Наконец-то все посидели, подумали и решили, а давайте-ка сделаем гениальное изобретение. Давайте сделаем систему, которая будет очень-очень надежна, которая будет проверять, чтобы адреса между собой совпадали. Довольно новая разработка, смотрите, 2011 год, всего черновид появился. Нам предлагается опять-таки в справочной службе опубликовать некую политику, где мы говорим, что мы используем ТКИМ, мы используем СПФ, мы требуем, чтобы адреса на конверте и в письме совпадали. Очень классная идея. И они додумались прикрутить к этой системе систему отчетов. Теперь я могу попросить, чтобы мне автоматически сервера по всему миру, если они видят письма с нарушениями подписи или с неправильного IP-выпосланные письма, чтобы мне, администратору домена, приходили уведомления. То есть, если он на моем домене пытается подделать его имейл, то да, жертвы получат письмо, но я об этом узнаю. И это, так сказать, инновация реальная в почте. Записи очень простые и в случае с Абдуллой почтовый сервер почему-то решил не публиковать эту запись. Ну, так иногда, к сожалению, бывает, технология новая, не все они еще знают. Прошло всего-то сколько, 7 лет. Я, конечно, связался с хостерами этого почтового сервиса, но когда починят, пока сказать не могу. Вот для образца такая же запись в Toggle.com. Тут написано, что мы хотим все неправильные письма автоматом помещать в спам. Тут указаны два имейла, на которые мы хотим получать отчеты. И 100, это 100%. Мы можем делать инкрементальный ролл-аут этой политики, то есть применять не сразу ко всем письмам, а по чуть-чуть, скажем, 1%, 50%, 100%. И репорты, они реально приходят. Они приходят от Outlook, они приходят от Gmail, они приходят от кучи интернет-провайдеров. И это очень круто, только маленькие проблемы. Вот как всегда, в деталях все кроется. Некоторые провайдеры посылают вам XML в тексте письма, некоторые делают attachment с XML, а некоторые говорят, а давайте мы сэкономим трафик и запакуем это, но не будем договариваться с чем. И вот вы начинаете разбираться, вот от этого провайдера мне надо обработать репорт так, от этого так, и у вас начинает пухнуть голова, вы идете искать какую-то компанию, которая будет этим всем заниматься, и за вас все это разруливать, и будете от них получать заумеренную плату красивые отчетики. Отлично. Разница между двумя репортами в том, что один из репортов присылает уведомление сразу и про каждый неправильный мейл, и очень часто включает туда копию самого письма, а предыдущий репорт он только сводку присылает, то есть один мейл от одного провайдера в сутки обычно, и там сразу приходят все ошибки в одном репорте. Тут со вторым репортом есть маленькая проблемка. Когда появился новый закон о приватности данных в мае, то нам стало очень важно всем знать, куда и какие данные мы отправляем. И вот когда мы заказываем такой репорт, то на этот репорт адрес будут приходить копии пользовательских данных, письма с паролями, какие-то таски, ну персональные данные в одним словом. И очень важно, что если к вам обратится какой-то пользователь и попросит, чтобы его забыли, то по закону вы обязаны обойти все сервисы, где хранятся его данные, и попросить сервисы, что вот этого конкретного пользователя надо забыть. Так что осторожно с этим. Итак, вернемся к нашим 16 доменам, принадлежащим людям, которые заполнили мою анкету. Меня порадовало 4 домена, которые догадались использовать новую технологию и защитили себя. 12 доменов открыты. Пиши не хочу, подделывай не хочу, получай письма от шефа с повышением и узнавай, что шеф никогда их не отсылал. Ну, печально. В чем же проблема? Есть ли причина этим всем не пользоваться? Технология отличная, но она будет работать хорошо только тогда, когда ей пользуются все. Чтобы в каждом домене была указана политика, чтобы каждый имел провайдер, с ней умел работать, и самое главное, чтобы каждый имел рассылка, которая переделывает письма от одного отправителя к другому, чтобы она могла с ними что-то делать. Передаю пламенный предмет фирме Microsoft. это единственный на текущий момент крупный провайдер почты, который не применяет систему правильно. Они сами публикуют политику, они присылают отчеты, но если у вас есть какой-то пользователь, у которого хранятся на Outlook письма, и этот пользователь с какой-то радостью решил письма, которые вы ему шлете, пересылать куда-то дальше, то Microsoft добавляет буквально пару строчек в текст письма, но о том, что вирусов нету, отправлены на Outlook и нарушают цифровую подпись, после чего письмо становится нелегитимным и уничтожается, потому что у нас в политике так написано, юзер чешет голову, тут письмо есть, а тут нет, тут есть, тут нет, и разумеется пишет нам в support, ребята, вы мне письмо прислали? Ну да, прислали, я его переслал дальше, ну ладно, молодец, а оно не пришло, ну не пришло, но почему-то эта проблема не Microsoft, а наша, ну вот, ребята, если тут есть кто-то, кто знает кого-то, кто работает в Microsoft, передайте пламенный привет, в интернете идет целая эпопея на эту тему, более или менее официальные источники от Microsoft раз в год пишут по апдейту, и вот я жду 2018 год, июнь, скоро июль, может быть, уже допилят? Итак, 16 доменов, два домена указали, что письма, которые не соответствуют политике, надо помечать как спам без разговоров, 14 доменов решили так не делать, ну, их право, что же нам теперь всем тут в этом зале делать, вот мы сидим, страшно жить, письма подтасовывают, я не знаю, это Абдула или это Абдула, может быть, ты Абдула? У меня вам всем маленькое домашнее задание, включите на работу, почитайте немножко, как настроена ваша почта, может быть, попинайте админа, заставьте его включить сводные репорты, и таки стоит абсолютно ничего, но вы будете хотя бы знать, что где-то там есть брат-близнец вашего Абдула, который давным-давно предлагает вашим пользователям купить новый апгрейд, который, к сожалению, платный, и я думаю, что все-таки можно смело ставить 100% спама, потому что письма, которые уходят в спам, уже будут вызывать настороженность у пользователя, но они все-таки будут у него оставаться, если он, например, их неудачно переслал, ну, и стандартное задание, приведи друга в девклаб, и прекрати пользоваться незащищенной почтой, у меня на этом все. Итак, первый вопрос, который у нас зашел. Что вы думаете, господин Берлинбебер, по поводу протомейл, Тутанова и прочих сервисов, так называемых безопасной почтой, или же доверяете только PGP своему серверу? Отличный вопрос. Я очень люблю слышать новые слова, кто эти серверы, я понятия не имею. Если у меня есть какое-то подозрение, что мне надо переслать что-то, то я буду действительно использовать PGP-подпись. Но это уже вне этого доклада, как я говорил, потому что это считается письма знакомым, потому что мне надо как-то поменяться ключами. Следующий вопрос. Почему процент спама упал в конце 15-го года? Или что там было на грани? Потому что крупные провайдеры наконец-то включили в себя систему D-Mark и письма, большой процент писем, которые раньше были от Абдулы и Абдуле, стали пользователям просто не показываться. То есть вот все технологии, которые я показывал на слайдах, знакомые IP, незнакомые, массовость рассылки, немассовость, добавьте к этому возможность проверить ключи, проверить IP, и у вас уже на самом деле будет достаточно информации, чтобы решать про некоторый спам, что он точно спам и не покальцировать пользователям. Вопрос про два стула. Это очень модно в наше время. Поздравляю. Эрвин, как ты количество IP-адресов из домена вытащил? Из справочной службы DNS при помощи программы DIC. А почему в Google сайтах так мало спам? Потому что там включена технология D-Mark. Что есть свободные репорты и как их включить? О, это очень хороший платный вопрос. Итак, у меня на LinkedIn есть прайс-лист для таких вопросов. На самом деле это просто надо публиковать политику в своем DNS-сервере, что вы хотите включить эти репорты, просто указать имейл. Ну, и желательно, чтобы этот имейл существовал, а то каждый сервер, который попытается вам отправить репорт и поймет, что нет такого имейла, он вас на галочку поставит. А у вас есть реверс-птр запись на вашем имейл-сервере? Да, наверное. А расскажите про сложность рассылки 2M. 2 миллиона имейлов? Помните, я говорил, что для серверов очень-очень подозрительно, когда много-много пользователей получают один и тот же имейл. Даже если он легитимный, вы все равно получаете некоторый процент вероятности, что уйдет в спам, если у вас не публикована политика. У нас, после того, как мы применили все три технологии, проблемы в принципе решились. То есть, в принципе, спамить 2M миллиона имейлов очень просто. Я просто делаю домен, прописываю политику и все, можно спамить. Тебе еще надо отмыть IP, быть известным человеком. Как это делается? Очень-очень медленно. Или же покупаешь сервис, который тебе за умеренную плату в 2-3 цента заимел, все отправит. Вступай в сервис, и отмывай IP. И то, и то. Вопрос действительно технический. Вот имейл куда отправлять отчеты? Можно ли указать на отчеты? Да, потому что ты, может быть, используешь сервер, сервис, который будет разбираться со всеми возможностями форматов и тебе присылать один готовый репорт, который уже HTML-ка. Можно кого-то бомбить отчетами? Конечно, можно. Только это вызовет уголовную ответственность. И рейтинг твоего IP пойдет вниз. Послесловие. Если у вас есть домен, с которого вы отправляете, принимаете почту, обязательно сделайте там вот эти два ящичка. Для этого есть RFC-стандарт и добрые люди будут вам присылать, если у вас что-то не так настроено. Про IPv6. Можно? Оно тоже хорошо работает? Где-то кинт, там все классно. Да. Ну да, тебе просто надо будет перечислять не V4, а V6. У тебя, правда, есть ограничения по длине DNS-записи. У нас от длины. Отлично. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok